Сельскохозяйственные кооперативы Несколько лет назад вокруг себя фермеров и аграриев объединил Ироспек и Монолиев. Сегодня в его кооперативе более 3000 гектаров земли для возделывания почвы применяют новые технологии, такие как прямой сев, а для орошения используют несколько методов полива. Мы сеем пшеницу, ячмень, многолетние травы, сахар насекла, кукурузу, кукурузу на зерно и на силу, а также бобовые культуры. И после урожая мы сразу же приступили к монтажу, как вы видите, ленточных труб диаметром 63 и установили спринкли-парив. Как-то и без пахаты мы здесь посеяли многолетнюю траву, экспорсет. Почему мы посеяли? Потому что к следующему году мы должны получить уже равноценный хороший урожай люцерна для кормовой базы и второй это будет для семенного материала, второй кост уже. Более крупные производства сегодня выступают торговыми лидерами, способные покрывать собственные продукции до 90% внутреннего рынка. В свою очередь, со стороны государства оказывается поддержка. Сельскохозяйственным кооперативам выдается финансирование под низкие проценты. К примеру, крупный агропромышленный холдинг одним из направлений ведет семенобоческое хозяйство. Реализует элитные сорта семян различных культур. В свою очередь, цены контролирует Минсельхоз, учитывая стоимость на рынке. Но и купить семена можно по дотации на выгодных условиях. Наше семенное хозяйство производит 4 разных семян. Это люцерны, семена люцерны, семена кукурузы и семена ячменя. Продаем по двум линиям. Это свободная продажа, это кто хочет и как хочет брать. И есть программа дотационная. Дотация это проходит через Минсельхоз. От государства есть программа. И оттуда люди могут брать на 30% дешевле, чем на рынке. За прошлый год мы продали около 1000 тонн семян ячменя и около 25 тонн семян кукурузы. И большинство ушло по дотации. Согласно программе поддержки агропромышленного комплекса, к 2030 году планируется объединить мелких фермеров в 424 кооператива. Главным требованием кооперации является совершенствование крупного товарного производства и стимулирование процесса его консолидации за счет поддержки, финансирования, субсидирования и дотации. В целях стимулирования такого объединения разрабатывается проект финансирования объединенных производителей продукции. На сегодняшний день у нас в Кыргызской Республике функционирует 415 крупно-средних предприятий, именно пищевой отрасли. Помимо этого, более 10 800 мелких предприятий. Мы ежеквартально готовим отчеты. То есть, отчет составляет, сколько процентов выращенного в Кыргызской Республике сырья перерабатывается. По нашим последним отчетам, именно сырье переработанное именно в пищевой отрасли составило 27%. У нас есть цель увеличить пищевую переработку до 50% до 40-го года. Частные мелкие фермерские хозяйства, вступая в кооперативы, будут иметь четкий план и договоренность, что сажать и куда продавать произведенную продукцию. Пастбищные земли для освоения будут предоставляться на упрощенных условиях. На основании этой политики государство будет оказывать финансовую поддержку, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность, а также расширяя возможности экспорта.